МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все главные новости Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Возобновите дело. Как министр времен Януковича по-прежнему ведет бизнес и что делают украинские правоохранители. Репутацию на свалку. Почему жители Грибовича и освистали львовского мэра, а Николаевского подчиненно обвинил в коррупции. Зона турбулентности. Каковы новые требования американцев к своему президенту и к чему готовятся европейцы? Он выгреб из бюджета Украины миллионы, а сейчас на свободе. Более того, успешно ведет бизнес. Почему закрыли дело министра экологии времен Януковича и по совместительству нефтяного магната Игоря Злачевского? И как получилось, что его даже не ищут? Этими вопросами задаются международные правозащитные и антикоррупционные организации. Разобраться пытались и наши корреспонденты. Украденные при режиме Януковича деньги можно вернуть в казну. Речь о 23,5 миллионах долларов, которые осили здесь, в Лондоне, на счетах компании экс-министра экологии Николая Злачевского. Британские прокуроры арестовали активы еще в 2014-м, но украинская сторона так и не предоставила доказательств того, что огромные суммы действительно были украдены и миллионы пришлось разблокировать. Мы считаем, что Генеральная прокуратура Украины не закрыла криминальные проведения относительно Злачевского и компании «Буризм», а злила эти криминальные проведения. Как криминальные проведения закривались? Это вообще феноменально. Криминальные проведения в незаконном сборочении и отбивании денег относительно Злачевского, где Злачевский подозрюванный, раптом перетворяется в криминальные проведения про ухиление от сплаты податков бухгалтерки компании «Ескопивнич». Это компания из группы компании «Буризм». Теперь активисты Transparency International и Центра противодействия коррупции требуют от Генпрокуратуры возобновить дело против Злачевского. Мало того, создать независимую украинско-британскую комиссию по расследованию его преступлений. Мы требуем пояснения не только у Луценка, но и у Холодницкого, почему у Буризма и до сих пор есть их лицензии. Юрий Витальевич должен публично извинить, почему дело была закрыта. Публично в деталях. Генеральная прокуратура должен скасать постанову про закрытие криминального проведения и снова расследовать все факты вместе с правоохранителями Великобритании. История отмытых миллионов такова. В 2007-м компания Злачевского Буризма Групп продала младой олигарху Курченко акции Херсонского нефтеперерабатывающего завода, который позже попросту остановили и даже сейчас продолжают грабить. ГПУ завела на Злачевского дело, объявила его в розыск, но в прошлом году передумала и все отменила. Частично расследование продолжает только НАБУ. Мы также обратились в Генпрокуратуру за разъяснениями и пока ждем ответа. А сам Николай Злачевский в это время продолжает успешно управлять группой компаний Буризма. Летом в Монако он презентовал свой бизнес на энергетическом форуме. Позировал с принцем Альбертом. Похоже, дела у того, кто ограбил Украину при Януковиче, идут неплохо. Оксана Кунтеренко, Ольга Рыцарь и Валентин Белич из Лондона и Киева. Подробности телеканал Интер. А вот самого Януковича Генпрокуратура вызывает на допрос. На сайте ГПУ сегодня появились две повестки. Беглого президента хотят видеть в военной прокуратуре уже через 4 дня, а 30 января Януковичу предлагают прибыть, чтобы ознакомиться с материалами дела. Адвокат беглеца Виталий Сердюк заявил о повестках в курсе, но у его клиента, дескать, есть уважительные причины для отказа. Например, угроза его жизни. Напомню, ГПУ подозревает Януковича в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины, подготовке и развязыванию войны. Смыть кровь с рук и отбелить репутацию с помощью рекламы, ценой более чем миллион гривен. Именно так действует нардеп Сергей Пашинский. Об этом у себя в фейсбуке написал лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. По его словам, Вячеслава Химикуса, пострадавшего от пули Пашинского 31 декабря, пытаются сейчас сделать виновным. Поэтому Сергей Каплин обращается к собственникам Украинской правды, где размещен баннер со статьей, оправдывающей нардепа от Народного фронта, и призывает СМИ проявить солидарность с человеком, пострадавшим от рук народного избранника. А вот в деле о покушении на однопартии за Пашинского Антона Геращенко Каплин предлагает создать парламентскую комиссию и тщательно во всем разобраться. Уж слишком много вопросов вызывает столь резонансная информация. Кстати, сам Геращенко сегодня собрал журналистов, чтобы рассказать о некоторых деталях покушения и сделал достаточно громкие заявления. Это и дело Шеремета, и российский след. Но его речь, похоже, и медийщиков и экспертов еще больше запутала. Подробнее в нашем материале. Это кадры задержания преступников, которые готовили покушение на нардепа Антона Геращенко. По официальной версии, один должен был заложить взрывчатку, другой привести в действие взрывное устройство. Спустя два дня нардеп Геращенко в здании МВД рассказывает о том, как все произошло. По его словам, на территории России создан диверсионно-террористический центр, и покушение на него спланировали там. Как и убийство известного журналиста Павла Шеремета. Судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт и убийство известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации. Однако доказательств о таких выводах следователей Геращенко не предоставил. И откуда взялся высокий процент вероятности, не пояснил. Но своего соратника поддерживает и секретарь СНБО Александр Турчинов. Мол, российские спецслужбы перешли к новой фазе гибридной войны в Украине – политическому терроризму. Подобное заявление появилось на официальном сайте Народного фронта. Впрочем, многие СМИ сильно сомневаются в реальности покушения. Пишут, что смахивает на инсценировку. А эксперты по безопасности обращают внимание, в частности, на исполнителей. Дескать, слишком маргинальный для выполнения столь масштабной операции спецслужб. Что касается покушения, то здесь пока больше вопросов, чем ответов. Вот, например, отрывок разговора киллеров. Почему столь серьезную операцию они обсуждали возле госучреждений, где есть прослушка? Да и вообще, как силовикам удалось проследить за подготовкой покушения? Геращенко говорит, по счастливой случайности. Информация об их приезде, по счастливой случайности, стала доступной сотрудникам СБУ. Как, почему и зачем? Извините, я не имею права сообщать об этом публично. Если бы информация о приезде убийц Павла Шеремета была бы тоже доступна службе безопасности или полиции, или другим спецслужбам Украины, я уверен, что теракт в отношении Павла Шеремета можно было бы тоже предотвратить. Означают ли такие слова нардепа, что в деле Шеремета обозначены виновные и расследование близится к финалу? И кто все-таки срежиссировал покушение на Геращенко? Только суд отдаст ответ на вопрос, было ли это фейковое покушение или настоящее. Для меня, что странно, что Геращенко, он все-таки человек второго эшелона, он работает в команде Авакова, он не является руководителем силового ведомства. Грубо говоря, его распорядительная функция не такая, что вот от его решения зависит, например, перемещение национальной гвардии, или выделение каких-то средств для закупки вооружений, или для усиления каких-то тыловых вопросов. Разобраться должна рабочая группа Верховной Рады. Проект постановления о ее создании в парламенте зарегистрировал сегодня глава социал-демократической партии Сергей Каплин. Я пропоную створить рабочую группу с числа народных депутатов, экспертов, журналистов при Верховной Раде Украины и детально разобрать каждый момент, каждый фрагмент того, что произошло. Если народный фронт, вместе с другими членами коалиции, не проголосуют за создание такой рабочей группы, это означает, что им есть что приховывать от десятков миллионов граждан, которые не верят ни народному фронту, ни Авакову, ни Яценюку, ни тем больше их сотруднику и их партнеру Антону Герашенко. Тем временем суд арестовал подозреваемых на два месяца без права внесения залога. Оксана Григорьева, Леонид Абурин, подробности, телеканал Интер. Как расценивают историю покушения на Герашенко политологи? Мы поинтересовались их мнением и вот что услышали. Пробу привязать, нібито, замах на Герашенко с убийством Шеремета, я вважаю, намагание как раз и уникнуть незручных, передусім, от журналистових вопросов, с недовірою, стосовно цієї версии, которую выяснили Герашенко. Простіше кажучи, сьогодні Герашенко намагається надати вагу своей версии, вагу, нібито, замаху на него, привязывая к себе справу Шеремети. Вся справа Герашенко, вона відволікає увагу суспільства, передусім, від реального замаху, вчиненного Пашинским на Хімкуса, і від реального і соціально-економічних проблем, які є в суспільстві. Воздухе пахне выборами. Возможність выборов всі, як один, отрицають, але всі, як один, к ним готовяться. І тут ми вже бачили і заявлення Турчинова, і заявлення Авакова, і тут, ну, як же, сам Путін на нього покушається. І ось цей момент, ідеологічний, знайти для себе таку оптимальну нишу, с чим йти на выборы, с якими достиженнями, їх попросту немає. Пятерим участникам стрельбы в Олевскі об'явили о подозрении. Ще четверо арестованы, але можуть внести залог, один под домашним арестом. Об этом сообщил начальник нацполиції в Житомирській області. Він також розказал, що в Олевском райотделі грідуть кадрові изменення. Ряд руководителю уволят. Напомню, неделю назад в Олевскі произошла массовая перестрелка. Один чоловік погиб на місці, шестеро получили ранення. Сьогодні один із них умер в больниці. Среді раненых Віталій Солдатыхін по прозвищу «тюрьма», которого считають организатором разборок. Він по-прежнему в реанимации, в тяжелом состояниї. Як і раньше, в полиції придерживаються версії о бытовому конфлікте. Однак, в Олевскі в неї не вірять. Говорят, жителі Львівської області, які і почали перестрелку, добували янтарь. Лічності 30-ти участників разборок вже встановили. Ситуація в Олевскі під контролем. Уверяють в поліції. За порядком слідят спецподразделення Нацгвардії. Уже в нас є на руках результаты експертиз. Зараз вже будемо переключатися на сторону місцевих мешканців, які приймали участь. А во Львівській області сегодня состоялось предварительне засідання суда по делу о трагедії на полігоне в Грибовичах. Тем временем, в сами Грибовичи пожаловал мэр Садовой с интересным предложением. Как його встретили жители і прояснил ли що-то суд? Обо всім по порядку. Галина Якушко. Сегодня в Жолковському райсуді предварительне засідання по делу о трагедії в Грибовичах. На скам'е подсудимых троє подозреваемых. Начальник предприятия, которое обслуживало полігон, його зам і директор полігона Куприча, Горбаля і Влащенко обвиняють в службной халатності, з-за которой погибли три человека во время тушення пожара на полігоне. А також в нарушенні норм екобезопасності. Два місяці назад суд избрали меру пресечення, два місяці ареста. Но все вийшли под залог. С журналистами розмовляти не хочуть. Ви вважаєте себе винним за гибель трьох рятувальників? Девчатка, погано почуваюся. Родственники погибших уверені, в трагедії виноваты не три человека, а значительно більше. Належки сьогодні не всі. Має бути ціла цепочка. Ті, що в той день відповідали, ті, що мали за тим всім слідкувати, мають всі тут сидіти і відповідати за вчинені злочині. Адвокати просять суд вернути дело на доработку. На скам'ї подсудимих нет чиновників Горсовета, отсутствует і любимчик Садового, начальник департамента ЖКХ Юрій Голец. Його дело почему-то будуть розсматривати отдельно. Зараз ми бачимо працівників ЛКП Збиренка, потім ще будуть працівники міської ради, потім, можливо, працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. Якщо би на лаві підсудних, так би мовити, були присутні одразу всі обвинувачення, можна було б об'єктивно встановити всі обставини справи. Але суд це ходатайство відклоняє. Рассматрення дела по существо назначили на 1 феврале. Розпочинається судовий розгляд, розпочинається зачитання обвинувального акту, що відбувається порядок виснічних доказів. Кто виновен в Грибовицькій трагедії, вияснюють вже 8 місяців. Майо прошлого року на мусорному полігоні відбувався пожар і обвал. Лавіна мусора накрила трьох спасателів. Все вони погибли, а тіло ще одного чоловіка так і не нашли. Полігон закріли, а мэр Львова Андрей Садовий до сих пор не рішив, куди вже вивозити мусор. Сьогодні він приїхав до жителів Грибовичей з предложенням провести на полігоне рекультиватию і знову його відкрити. По задумки Садового, горы мусора на полігоне укріпят спресованими в бікеті отходами. Але люди категорічно проти і вигнали мэра. Аньба! 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 Ну а на суді по трагедії в Грибовичах мэр Садовий буде выступати всього лиш як свидетель. Галина Якушко, Ігор Однарик, подробності телеканал Інтервивовська область. Із-за мусорного полігона скандал і в Николаїві. Точніє, із-за должності директора коммунального предприятия, которое этот полігон содержит. Мэр города решил уволити чиновника, але тот, за словом, в карман не полез. Громкі обвинення в адрес градоначальника слышал і Кирилл Ящишин. Об увольнении директора коммунального предприятия Николаев Комунтранс мэр заявил во время аппаратного совещания. Журналистів на такі засідання не пускають, але один із присутніших снял на телефон, як городський голова распікал чиновника. Вместо того, щоб як-то знаходити общий язык з городським головою, ви займаєтесь какой-то непонятной для мене самостоятельною хозяйственній деяцією, як будто це частне ваше предприятие. Хочу разорвати с вами контракт, як с чоловіком, який утратив доверие. Чоловік, утративший доверие мэра Юрий Мостовой, сегодня он вышел на пресс-конференцию і буквально огорошил громкими заявлениями. Утверджаєт, йому не раз спускали сверху коррупціонні схеми і заставляли под ним работать. Наприклад, нескільки місяців назад для проверки предприятия він, як директор, должен был нанять частну аудиторську компанню, которую указали в мэрии. Як минимум договор нам предоставили, начальна стоимость 30 тисяч, де було предложено, щоб ми предоставили полний доступ ко всему. Нам прислали письмо, де була указана ця фірма. Це, извините мене, коррупція. Так же, по словам директора, именно из-за мэра і його зама в Николаїві провалилось строительство мусороперерабатуючого завода. Этот факт подтвердили депутаты горсовета. Був даже подписан меморандум с інвестором, который был готов заходить і работать в этом направлении. До цього був успешно реализован проєкт. То есть, в принципі, інвестор себе достаточно зарекомендовал. Проект достался в наследство от предшественників, но внедрять його мэр почему-то не захотел. І тепер його подчиненні активно іщуть другого інвестора. Сьогодні всплыла ще одна мусорна історія. По словам Мостового, проршлим летом городського голову потребували от нього приймати львовський мусор і складувати його в Николаїві. Мэр, будучи в Польщі, зговорювався з садовим, і ми будемо приймати львовський мусор. На що мною було сказано, що це протиозаконно. Такі рішення може приймати тільки сесія. Директор Николаїв Коммунтранса считає, що доверие мэра он потерял із-за того, що відказався подчиняться незаконним требованиям. Свою правду Мостовой збирається відстаєвати в суді. Мэр, в свою очередь, озвученні обвинення поки не комментирує. Кирилл Ющишин, Ігор Попов. Подробності телеканал «Интер» Николаїв. Надежда Савченко опубліковала очередні списки пленних. Інформацію нардепи вложила на своїй страниці в Фейсбук. По новим данним в перечні 1195 імен. Це пленні і пропавші без вести українці, російські, військові і гражданські, попавші в тюріми за терорізм. Також нардеп добавила, що вскоре обнародують ще списки, в яких фамилия більше 2 тисячі чоловік, пропавших без вести. Якоби, зараз інформація по ним уточняється. В СБУ на действія Савченко вже отреагували. Говорят, списки составлены некорректно. Данні по ним проверяють. Також появилась інформація, що в перечні 4 дезертира. Спецслужби совместно з Генштабом обещають вияснить і це. По мнению СБУ, такі действия Савченко можуть сорвати процес освобождения пленных. Опубліковання списків несет определенну угрозу не тільки нашим заложникам, які там находяться. Тому що, наприклад, в останніх списках занижена цифра. І ми не маємо права ради наших ребят, ради їх спасення, говорить о цифрах, які не підтверджені. Є ще момент, о чому я кажу, зв'язаний з давлением на близких. Вона не обзванивала родних. К сожалению, не було такої роботи. В зоні АТО за минувші сутки більше 40 вражеских атак ранені 4 українських військових. Боєвики підтягнули силу Кавдіївської промзони, а на Ясиноватській розв'язки активизувалися вражескі снайпери. Ночной обстріл позиції військових видела Ірина Баглай. Бігти будем до угла здання зараз, тому що тута територія працює ліка. Наступившіе затиш'я военні використовую, щоб укрепити свої позиції. Як тільки боєвики замечають движення, зразу відкривають огонь. Уже сутки, як по промзоні, работає група вражеских снайперів. Снайперської блатної винтовки, патроны дорогі. Взрываються так, що... Обичливо йдуть чорні металли там. Тут вполне понятні, але не медь. Спецюра, стопу довшиться, не Донецька. Вона більш точніше, вона відбалансувана. Вражескі гильзы. От своїх Сергій відлічає з першого взгляда. Це, предполагає, от руж'я БАР. Це охотніші ручки. Хай вони шухачі кажуть. Американці враги, але в тому, що вони їхній зброєю використовують. Звучить наємників к позиціям армійцев. Возле бойниці він може наблюдати часами. Главне – оставатися невидимим для ночній оптіки бойовиків. Утром видно, за бетонним забором тропа, по якій вражескі штурмові групи підбираються к армійцям. Дальше – укріплення на ісиноватській розв'язці, котре за час переміря відбував противник. Відбувають, на самій розв'язок, з дороги, де-то у них там є гнезда, і роботають. Ну, хорошо. Є і ранені, у нас, к сожалению. А були прицельні, більш качістні. На самій дорогі удається зафіксувати движення. В бронуваному автобусі, скорей всего, говорят военні, нова партия боєприпасів. Значить, готовься к тревожній ночі. Ірина Баглая, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Подробності – телеканал «Интер». Президент своим указом создав нову четвертую военно-воздушну зону «Восток» над неподконтрольными территориями Донецької і Луганської областей. Ситуацию в зоне АТО і в выполнении Минських соглашений Петер Порошенко сегодня обсуждал со своей естонськой коллегой Керсти Кальюлайт. Встреча прошла в рамках официального визита украинського президента в Таллин. Порошенко заявил, Україна готова к решительним действиям для скорейшего освобождения украинських заложників в России і на оккупированных территориях. А Керсти Кальюлайт заверила, «Эстонія по-прежнему поддерживає территориальну целостность Украины і выступає за продлення санкцій против Москви». Санкції против РФ нужно продлевать до тех пор, поки Минські соглашения не будуть реализовані в полном объемі і поки Россія не стане знову выполнять все международні обязательства. Целостність України должна соблюдаться, і політику непризнання аннексії Крима зі своєї сторони ми намерені продовжати. Тверда позиція «Эстонії» разом з Європейським Союзом за підтримки суверенітету, территоріальної цілісності і незалежності нашої держави. Позиція решучого засудження агресії РФ проти України, яка відбувається на сході нашої держави. Це ті позиції, за якими, по-перше, дуже вдячні і які ще зміцнюють наш стратегічний альянс. Впрочем, не все в Європі за продлення санкцій бессмысленними считають ограничення против России кандидат в президенти Франції от республіканців Франсу Алан. Об этом он сказав после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Фіон убежден, с Россией нужно вести диалог. По мнению политика, Москва, безусловно, должна совершить шаг на встречу для отмену санкцій, но добавил, Украина також не делает все, чтобы обеспечить мир. Законопроект, который помешает Трампу отменить санкции против России, готовят американские сенаторы. Ранее он допускал такую возможность в обмен на заключение ядерного соглашения с Москвой. Однако, инициативная група сенаторов намерена подати в Конгресс документ, который заблокирует отмену ограничений. Какие еще препятствия ждут Трампа в самом начале президентства? Смотрите в сюжете. Скандальный старт президентства Дональда Трампа началось с масштабных протестов и петиций. Американцы требуют от нового главы государства, в частности, немедленно обнародовать налоговую декларацию. Эта петиция собрала в интернете почти втрое больше подписей, чем нужно для ее рассмотрения в Белом доме. В администрации тут же ответили, обнародовать декларацию не собираются. Избирателей не интересовала декларация Дональда Трампа. Люди голосовали за него. Большинство американцев интересуют, как будет выглядеть их декларация, пока Трамп будет президентом, а не его собственная. Позже в Твиттере советница все же заявила, что декларацию обнародуют после того, как завершат ее аудит. Есть вопросы к Трампу и у юристов. Неправительственная организация граждани за ответственность и этику в Вашингтоне готовится подать в суд на президента из-за платежей от иностранных правительств. Активисты уверены, Трамп, который решил передать бизнес сыновьям, а не в слепой траст, теперь в статусе госчиновника получает доходы от своих отелей и аренды зданий. А это противоречит Конституции США, заявил Ноа Букбиндер, исполнительный директор организации. Мы надеялись, что президент Трамп сделает все необходимое, чтобы не нарушать Конституцию, прежде чем вступит в должность. Но ничего подобного. Поэтому мы вынуждены обратиться в суд. Тем временем спецслужбы США взялись за советника Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна из-за его возможных связей с Россией. Подозрение вызвало его чрезмерно активное общение по телефону с послом России в США Сергеем Кисляком, когда Обама объявил об очередных санкциях против Москвы. Как сообщает Wall Street Journal, Флинн стал первым в администрации Трампа, кто попал под проверку ФБР, ЦРУ, АНБ и Медфина США. О ее результатах пока ничего не известно. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. Германия должна быть готова к турбулентности во время президентства Дональда Трампа. Так считает глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Тем не менее, министр убежден, несмотря на непредсказуемость нового американского президента, в Вашингтоне найдутся люди, которые услышат Германию. Готова к сотрудничеству и компромиссам со штатами и немецкий канцлер Ангела Меркель. Ее, напомню, Трамп критиковал за миграционную политику. Все, кто надеялся услышать что-то конкретное о внутренней и внешней политике США в иннаугурационной речи, должны признать, что до сих пор ничего не понятно. Мне кажется, вопросы внутренней политики сейчас доминируют над предвыборной риторикой. И это станет приоритетом на некоторое время. Только после этого президент займется делами НАТО и Европы. Дональд Трамп тем временем подписал указ о выходе США из торгового соглашения о транс-тихоокеанском партнерстве. Договор был подписан в прошлом году 12 странами и охватывает 40% мировой экономики. Трамп обещал расторгнуть его еще во время предвыборной кампании и называл потенциальной катастрофой для США. Из-за этого его неоднократно критиковала Ангела Меркель. А вот Израиль как раз опирается на поддержку нового американского президента и начинает активное строительство на Западном берегу, территориях, которые считаются спорными. Палестинцы не угодуют. К чему это приведет, расскажет Сергей Ослендер. Не успел Дональд Трамп стать полноправным хозяином Белого дома, как израильская администрация начала предпринимать активные шаги по расширению своего присутствия на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Это так называемые оккупированные территории, которые большая часть мирового сообщества считает палестинскими. Но вот Трамп как раз не считает, об этом он неоднократно заявлял. И официальный Иерусалим с его приходом пошел, что называется, на обострение. Утверждено строительство сотен единиц жилья в Восточном Иерусалиме. Перед этим Бениамин Нетаньягу успел поговорить по телефону с новым американским лидером. Накануне я говорил с президентом Трампом по телефону. Мы обсуждали самые разные вопросы. Палестино-израильский конфликт, кризис в Сирии и угрозу со стороны Ирана. Злые языки говорят следующее. Во время этого разговора Трамп, конечно, выразил всяческую поддержку Израилю, но, помимо всего прочего, попросил Нетаньягу, как говорится, сбавить обороты. Во всяком случае, дальше произошло следующее. Перед этим некоторая часть депутатов КНЕС это вынесла на рассмотрение правительства вопрос об аннексии Маале Адумим. Это город на западном берегу, там проживает около 40 тысяч человек. Он примыкает к Иерусалиму, фактически является его восточным пригородом и, тем не менее, считается спорной территорией. Вопрос об аннексии должен был рассматриваться на заседании кабинета ключевых министров, но внезапно был отложен, по слухам, именно из-за разговора с Трампом. Палестинцы тем временем запаниковали. Ориентируясь на заявление, которое Трамп сделал во время выборов о признании Иерусалима столицей Израиля, они пытаются узаконить аннексию города, чтобы расширить строительство в нем и окрестностях, включая два района возле восточного Иерусалима, чтобы окончательно отрезать его от палестинской автономии. Масло в огонь подлили и действия новой американской администрации, которая предпринимает первые серьезные шаги по переносу своего посольства в Иерусалим. Традиционно все иностранные диппредставительства в Израиле располагаются в Тель-Авиве, потому что Иерусалим в мире не признают израильской столицей и статус его как минимум не определен. Но Трамп в своих предвыборных обещаниях однозначно дал понять, что его посольство точно переедет в Иерусалим. В Астане закончился первый день переговоров по решению сирийского конфликта. В столице Казахстана собрались представители Асада, курдов и вооруженная оппозиция. Кому повестка дня пришлась не по душе. Подробности далее в сюжете. Будущее сирийского арабского государства в первом раунде переговоров решить пока не удалось. В Астане после нескольких часов консультации представитель Башара Асада вышел к прессе и сообщил, что вести диалог с фронтом Ан-Нусра они не будут. Это террористическая группировка. Этот факт признал даже Совет Безопасности. И никто не имеет права критиковать нас за военные операции против них. Впрочем, представители Ан-Нусры в переговорах участия и не принимают. Тогда к кому были обращены претензии представители Асада? Детали крайне скудные. После этого заявление делегат от Дамаска и вовсе покинул место встречи конфликтующих сторон. Из неофициальных источников известно, будто существует некий черновик ближневосточных соглашений. Якобы по нему сирийское государство должно превратиться в некое подобие федерации. Ее основные политические компоненты это силы Башара Асада, вооруженные оппозиции и курды. Последним обещают широкую автономию. Но остается еще самая большая и не подконтрольная никому часть Сирии. Это ИГИЛ. С его боевиками консультации вести не собираются. Другие формально легализованные стороны говорить друг с другом также не спешат. Организаторы встречи, среди которых Турция, эту ситуацию сегодня прокомментировали следующим образом. Стороны находились в состоянии войны последние шесть лет. Очевидно, что у них разные точки зрения на одни и те же вопросы. За два дня найти решение вряд ли удастся. Первый день переговоров, который официально называют подготовительным, пока закончился ничем. Консультации в Астане на днях, как обещается, будут продолжены. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Прокутить фонд, как благотворительница спустила в казино деньги для солдат. Нехирургическое вмешательство. Почему для уникального института Шалимова урезали финансирование? Бизнес жалуется на давление со стороны контролирующих органов и местной власти. Об этом заявил премьер-министр во время форума по экономическому развитию регионов. По словам Владимира Гройсмана, проверки проводиться должны, но только без штрафных санкций. Если на местах продолжат, как сказал премьер, кошмарить бизнес, Гройсман пообещал увольнение. Те, кто кошмарят бизнес, для меня есть классными врагами. Я их просто не понимаю. У меня выторгнули от таких людей. Я терпеть не могу. Я бы сказал, речу, если бы не было камер. Я терпеть не могу тех, кто приходит, знаете, вот так я могущербный. На реальное предприятие, где работают 20, 30, 50, маски, масками, приходят и начинают щеплятись, выписывают какие-то штрафы, намагаться там, я их терпеть не могу. Вот просто берите их, знаете, и выкидывайте из этих предприятий. СОС снова кричат медики. В редакцию подробностей обратились украинские хирурги-трансплантологи. Сотрудники института Шалимова единственного в стране, где проводят присадки печени, почек и другие сложные операции. В этом месяце нечем платить зарплату, а пациентов нечем лечить. Клиника получает всего 10% необходимого финансирования. Ситуация разбиралась Алла Матюшок. Кричать и просить я не знаю в кого. Если в других странах делятся бесплатные такие операции для людей, то у нас это нужно просить на коленах у всех этих денег, чтобы человек уже молодой жила. Максиму 35. Ангина, которую он перенес, дала осложнение на почки. Они отказали, нужна трансплантация. Донор есть, родная мама. Но вот где и как нас крестит 300 тысяч гривен. Это цена препаратов для операции военнослужащему в звании капитана с окладом в 4 тысячи гривен. В больнице запасы давно исчерпались. Вопрос тяжелый и для врачей. Хирурги говорят, операции и вовсе могут отменить. На днях заканчиваются наркопрепараты, спирт и кислород, без которых невозможно проводить оперативные вмешательства. И самостоятельно купить их люди не могут. А так называемый лист ожидания, список тех, кто нуждается в пересадке органов, растет. Мы даем только список медикаментов, которые нужны для обеспечения этой операции. И больные, находясь в листе ожидания, они собирают эти медикаменты. Трансплантация печени для рецепиента составляет 1 миллион 200 тысяч гривен. Это только медикаментозное обеспечение. Кроме нас этого никто не делает в Украине. А теперь коллектив Института Шалимова государство предлагает сократить, говорит главврач Александр Усенко. Поскольку платить им нечем. В этом году минималку повысили, но денег на январскую зарплату почему-то выделили меньше, чем в прошлом. На коммуналку дают четверть от необходимого. На медпрепараты и питание для пациентов не копейки. Скорочивать? Мы обратились в Минсоцполитики. Как скорочивать? Чекайте, мы готовим розъяс. Вы уничтожите институт. Я должен быть в лютом закрытись. И все эти хвори, которые тут лежат, 400, близко 400 людей в день лекуются. Лекуются. Они не будут смогли лековать. Я должен людям выплатить эту зарплату. С 10% бюджета. Как это сделать? Я не знаю. Может, держава подскажет. Только в институте Шалимова проводят около 8 тысяч сложнейших операций в год. И альтернативы этой клинике в Украине нет. Но к помощи взывают и другие специалисты. Такая же критическая ситуация с финансированием в институтах Амосова, Ромадана, Вастрожеска. Все на грани закрытия. Бюджетные деньги распределяет Академия наук. В этом году депутаты выделили ей полтора миллиарда гривен. Мы пытались узнать, как так получилось, что врачи остались без зарплат, а пациенты вообще без лекарств. Но тщетно. Общаться с нами в Академии наук пока не готовы. А вот медики уже намерены выйти на акции протеста. Ведь уже обращались и в Минфин, и в Кабмин, и к депутатам. Все все понимают, соглашаются и обещают помочь. Но результата ноль. Алла Матюшок, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. Харьковские энергетики требуют от местного водоканала расплатиться за электроэнергию. Коммунальщики должны уже около 800 миллионов гривен. Но по счетам платить не хотят, даже после решения суда. И объясняют, мол, Кабмин не покрывает разницу между тарифами и реальной стоимостью воды. Из-за долгого водоканала энергетики уже три месяца не платят зарплату сотрудникам. И сегодня они вышли на пикет. У здания Харькова водоканала положили 152 каски. Именно столько энергетиков, не выдержав безденежья, уволились с предприятия. Нам не платят зарплату. В этом году нам платили раз в неделю по 200 гривен. А мы вынуждены рассчитываться с энергорынком за электроэнергию, которую мы берем и, соответственно, поставляем потребителям, в том числе водоканалу. Очень бы хотелось нам сегодня пообщаться с руководством Харькова водоканала. Но, к сожалению, нам ответили, что они находятся на аппаратном совещании. И сегодня здесь никого не будет вообще, ни одного руководителя. В Прикарпатии на взятки в 180 тысяч долларов погорели сельские голова и землеустроитель Евницкого сельсовета. Такую сумму чиновники вымогали у двух предпринимателей за выделение двух гектаров земли. Задержали взяточников в момент получения аванса 3 тысяч долларов прямо в рабочем кабинете председателя сельсовета. Абон фигурантам уже избрали меру пресечения, содержание под стражей, но с возможностью освобождения под залог. Прокуратура требовала залог в миллион гривен, но судья назначил всего 150 и 128 тысяч гривен. В Днепре на территории школы хотят построить многоэтажку. По проекту старая школа и новая свечка будут находиться вплотную друг к другу. Руководство учебного заведения и родители учеников шокированы, утверждают, всю схему в мэрии провернули в темную, не поставив в известность общественность. Директор 10-й школы Валентина Ивлева рассказывает, захватывать пришкольную территорию начали еще в 2011-м. Сначала учебное заведение лишилось двух мастерских. Участок в 300 квадратов горсовет выделил строительной компанией промпоставка А. Через суд новый владелец оформил право собственности на помещение и градил забором. И вот теперь претендует еще на один участок. Вплотную к школе хотят возвести многоэтажку. Мы, честно говоря, были в шоке, потому что здание 1960 года рождения. Если сейчас начнутся забиваться сваи и все иншие, на какое может быть здание 23-этажное возле этой школы? Ну, знаете, это просто смешно. Местные активисты говорят, тут не до смеха. Есть документы, подтверждающие, что школа больше не собственник этой территории. И проект здания уже готов. В мэрии Днепра передали право на застройку той же фирме, которая владеет мастерскими. Вот как-то интересно так вышло, что все чиновники, которые должны были на этот момент оберегать школу, они просто взяли и треть школы откусили. Своими подписями между собой порешали. В 2016 году благополучно переуступили все свои права дальше. И начали этот пилеж и закончили его уже застройкой в 2016 году. Шикарного такого вот здания. Юристы считают, чиновники грубо нарушили целый ряд законов и санитарные нормы. Тут нужно депутатам принимать решения о законности или прокуратуре о законности решения о выделении заменной делянки. Оскільки есть знаки не только криминальных правопорушений, а также знаки того, что и процедура была выделения порушена. Пообщаться с представителями компании «Промпоставка А» нам не удалось. По юридическому адресу, где зарегистрирована компания, о такой фирме даже не слышали. Я могу поговорить с руководителем? С руководителем чего? В «Промпоставка А». А мы не туда попали. Это квартира 21? Квартира 21, наверное, здесь не до никого. В мэрии Днепра от комментариев отказались. Дескать, сначала должны найти документы, потом изучить суть вопроса. Общественные активисты уверены, чиновники просто тянут время. Интересы школы намерены отставить в суде. Елена Медлюк, Евгений Конецов. Подробности, телеканал «Интер» Днепр. И сегодня же в Днепре полицейские устроили погоню со стрельбой. Догоняли подозреваемого в краже машины. Требования остановиться водитель проигнорировал. Тогда патрульные начали преследование. Пришлось даже открыть огонь. Всего выпустили около 12 пуль, пробиты колеса, топливный бак и аккумулятор. В конце концов, правоохранителям удалось заблокировать автомобиль и водитель остановился. Он уже задержан. В Черкасской области задержали мошенницу, которая за год умудрилась собрать полтора миллиона гривен. Женщина зарегистрировала фиктивный благотворительный фонд для помощи участникам АТО. Собирала средства по всей Украине, но ни копейки на благотворительность не передала. Все спустила на игровые автоматы. То есть ты за неделю проиграла 240 тысяч. А где ты брала данные, кому ты звонила? В интернете. Походила на сайт администрации, там, представлялась, с кем-то, с полномоченных яиц. Все на помощь. Перечислить. Антитеррористическая операция в Европе. В Австрии и Германии задержаны подозреваемые в подготовке терактов. Силовики практически не сомневаются. Арестованные были сообщниками. Кто они и какие атаки планировали? Расскажет Татьяна Лагунова. Арест в австрийской Вене вслед за ним в немецком Нойсе. Полиция Европы сообща задержала двух исламистов, которые якобы в связке готовили теракты. Взрывы должны были прогреметь в Австрии и Германии. Одну из квартир в этой многоэтажке города Нойс ночью штурмовал и обыскивало элитное подразделение немецкой полиции. Изъяты компьютер, телефоны и прочие носители информации. Хозяин арестован. Полиция сообщает только возраст задержанного 21 год и причину ареста подозрения в подготовке теракта. Целями атаки якобы были объекты Бундесвера и полицейские участки. Криминалисты уже приступили к работе. Они должны изучить изъятые материалы, провести допросы. Все это займет несколько дней. Наводку немцы получили от австрийских коллег. В выходные в Вене был задержан выходец из Албании, которого подозревают в связях с ИГИЛ и подготовке терактов в столице Австрии. Полиция установила, что он бывал в гостях у подозреваемого из Нойса. И не исключает, мужчины могли быть сообщниками. В последние дни к нам поступали сведения о том, что у Вене готовится теракт. Мы приняли все возможные меры и арестовали подозреваемого. Несмотря на то, что подозреваемые под стражей, австрийские и немецкие силовики призывают граждан быть бдительными и обращать внимание на людей, которые вызывают малейшее подозрение. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Праймерис левых. Вчера во Франции прошел первый отборочный тур и семи кандидатов выбрали двоих. Кто в авангарде левого фланга, знает Юлия Мендель. Французские соцопросы не подтвердились. Уже в первом отборочном туре кандидатов в президенты от левых. Самую большую поддержку прочили экс-премьеру Мануэлю Вальсу. Но он оказался вторым. Больше всего голосов набрал бывший министр образования Бенуа Амон более 35%. А у Вальса 31,5%. Да и явка была невысокой. Организаторы заявили, что на участки пришли около 2 миллионов человек. А это примерно на треть меньше, чем на прошлых праймерис. Это на самом деле бойкот правительства. Ведь Вальс последние 5 лет ввел политику, которая привела к тому, что мы имеем сегодня. Многие левые решили просто не голосовать. Мануэлю Амон выступает за повышение социальных стандартов. Обещает базовый доход в 750 евро каждому французу и сокращение рабочего времени. Кроме того, выступает за легализацию марихуаны и так называемую гуманитарную визу. ОМОН считает необходимым отменить реформу трудового законодательства, которую инициировали правительства социалистов и приняли на фоне масштабных протестов. Его ввел нынешний конкурент ОМОН Аммануэль Вальс. Кстати, сам ОМОН теперь тоже против реформы. А вчера во время голосования не раздавал обещания, а предостерегал общество голосовать за правых. Перед нами очень четкий выбор. Выбор между обещаниями, которые невозможно реализовать или профинансировать, и левыми, которые заслуживают доверия и несут ответственность за страну. Но пока именно у правых больше поддержки. Даже выборы кандидатов в ноябре вызвали резонанс. Французы устали от политики социалиста Оланда. Его рейтинг побил антирекорд в конце прошлого года. Он был меньше 4%. Поэтому, скорее всего, на весенних выборах президента социалисты не пройдут во второй тур. Окончательно кандидат от левых станет известен в следующее воскресенье. Юлия Мендель, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Здание Европейского совета засыпали белым порошком, а Гамбия осталась с пустой казной. Об этом и не только в нашем обзоре. Сбежал не с пустыми руками. Экс-президент Гамбии прихватил из государственной казны более 11 миллионов долларов. О пропаже узнали только через две недели. Я, Яджаммы, правивший почти 20 лет, бежал из Гамбии после передачи власти законно избранному Адаму Бэроу. С собой в грузовой самолет он прихватил автомобили и предметы роскоши. Но самое главное, смог вывести деньги. И теперь казна страны фактически пустая. Молочный протест в Брюсселе. Фермеры буквально засыпали здание Европейского совета белым порошком. Распылили почти тону сухого молока на стены здания как раз тогда, когда внутри происходило совещание профильных министров стран ЕС. Так они протестовали против низких закупочных цен на молоко, которое ставят производителей на грань выживания. 19 зданий рухнули за 10 секунд. В Китае снесли старые постройки, чтобы возвести новые. Для этого заложили почти 5 тонн взрывчатки на площади в 150 тысяч квадратных метров. Зрелища действительно впечатляющие. Семи и 12-этажные дома в одно мгновение растворились в дыму. На их месте планируется орудить современный деловой квартал. Дрон-спасатель. Такое чудо техники сконструировали латвийские инженеры. Трехметровый беспилотник может поднять человека из труднодоступного места во время спасательных операций. Весит такой дрон 55 килограммов и может развивать скорость до 150 километров в час. Единственный недостаток, над которым сейчас работают конструкторы, это батарея. Ее необходимо позаряжать каждые 10 минут. Лев-кинозвезда напал на сотрудников питомника в японском городе Норито. Ранены два человека, которые присматривали за хищником. Они, как обычно, пришли чистить клетку. И вдруг на них напал лев. Причины странного поведения животного пока не ясны. Млекопитающие не стали усыплять. Ранее за львом ничего подобного не замечали. А вот морской лев в американском штате Вашингтон никому зла не причинил, но позарился на автомобиль. Животное забралось на крышу припаркованной машины и распласталось на ней. Морского льва не смутили даже прохожие, которые снимали его на камеры своих гаджетов. Как тюлень там оказался, до сих пор загадка. Следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua. А я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok